Археологи – странные люди, которых мы привыкли видеть копающимися в земле с лопаточками и кисточками. Но на самом деле археология – важнейшая наука реконструкции прошлого по вещественным источникам. По большей части человеческий мусор – мумии, горшки, трупы, кости, вазы, тряпки, остатки пищи, а иногда предметы старины и погребальная утварь. Вот из чего археологи будущего будут восстанавливать наш быт по частям. Ведь цифровые диски и интернет к тому времени уже истылеют. И мы также по частям и по крупицам собираем свидетельства прошлого, доставая их чаще всего из земли, но иногда из ледников. И только в этом видео вы узнаете, как пахнут яйца, пролежавшие под землей 1700 лет, и увидите настоящие следы дьявола. Привет, друг! Ты на канале КирТоп. Одна из самых загадочных статуй в мире. На нашей планете существует огромное количество загадочных сооружений, построенных древними цивилизациями. Например, на так называемом острове Пасхи можно найти более 800 огромных статуй под названием Муаи. Окруженные тайными статуи есть также на территории южноафриканской страны Перу, в археологическом комплексе под названием Пачакамак. Самым известным из них считается идол, которому на протяжении столетия поклонялись древние инки, считавшие эту статуи предсказательницей будущего. Когда-то давно европейцы хотели уничтожить загадочную фигуру, но ближе к середине 20 века она была вновь обнаружена. Но кто знает, может археологи нашли совершенно другой древний артефакт, а статуя Пачакамака действительно была уничтожена. Поиском ответа на этот вопрос решила заняться Марсела Сепульвет из Парижского университета Сорбона. Если верить историческим данным, попытку уничтожить загадочную статую Пачакамака в далеком 1533 году собирался испанский завоеватель по имени Эрнандо Писарро. Он приказал своим помощникам разнести фигуру на куски. Но по данным научного журнала PLOS ONE, выполнить эту задачу людям так и не удалось. Статуя действительно была потеряна. Однако в 1938 году она была вновь обнаружена археологами. Возможно, помощники не стали выполнять команду завоевателя, а возможно им это просто не удалось. Действительно, найденная статуя оказалась весьма прочным объектом. Ее высота достигает чуть более двух метров. А сделана она была с использованием различных минералов, в том числе и киновара. Этот материал содержит в себе ртуть. И по мнению французских ученых, именно он придавал статуе красноватый оттенок. А ведь раньше считалось, что окраску идолу придавала кровь, которая впитывалась в нее в ходе многочисленных жертвоприношений. Тщательно изучив исторический объект, исследователи пришли к выводу, что действительно имеют дело со статуей Пачакамака. По их расчетам, она была создана в промежутке между 760 и 876 годами нашей эры. Однако создали ее далеко не поклонявшиеся ей инки, а представители культуры Уари. Эта цивилизация жила на территории современного Перу за 700 лет до появления инков. Возможно, именно от них инки и узнали о фантастической возможности статуи предсказывать будущее. Ученые восстановили личность убитого человека 1400 лет назад. У Шотландии очень богатая история, и археологи находят на территории этой страны весьма интересные ископаемые. Например, совсем недавно на дне заливов под названием Лохворгастел и Лохланговат ими были обнаружены останки самых древних искусственных островов, использовавшихся для защиты от разбойников. Однако, это далеко не самая интересная находка. В 2016 году в одной из шотландских пещер было найдено тело человека, который 1400 лет назад был жестоко убит. Ученые настолько хорошо изучили его скелет, что смогли нарисовать его портрет и рассказать о том, кем он был. То место, где был найден скелет убитого человека, явно был помещением для плавки железа, потому что недалеко от человеческих останков были найдены следы плавильных печей. Сам человек лежал в темном углу пещеры с искрещенными ногами и придавленными камнями руками. По расчетам ученых, убийство произошло где-то между 430 и 630 годами нашей эры. Ученые считают, что этот представитель пиктов был затащен в пещеру и ранен несколькими ударами по голове. Ему выбили несколько зубов, сломали челюсть и ударили по затылку твердым камнем. Возможно, после таких ранений человек уже умер, но атакующие напоследок проломили ему макушку. Несмотря на безжалостный метод убийства, нападавшие похоронили свою жертву, соблюдая какой-то ритуал. Труп был положен на спину и, как говорилось выше, его ноги были скрещены, а на руки были поставлены камни. Причина убийства пока не ясна. Зато ученые выяснили, как выглядел убитый человек и кем он был. Портрет этого крупного мужчины 30-летнего возраста был нарисован еще в 2016 году. Состояние его зубов говорило о том, что мужчина питался белковой пищей. Такую еду в те времена могли себе позволить только богатые люди. Также на скелете мужчины не было найдено следов травм, полученных при жизни. Получается, что он хорошо питался, практически не участвовал в боях и не выполнял тяжелую работу. То есть, был королем или вождем. Маска культуры Джамакоа Культура Джамакоа, существовавшая на побережье современного Эквадора между 4 веком до н.э. и 5 веком н.э. Известна прежде всего керамическими изделиями. Основными мотивами творчества были изображения людей и животных. Множество деталей указывает на глубокое иерархическое расслоение общества. Так, фигуры людей покрыты различными орнаментами. Одежда и лица украшены. Присутствуют зооморфные признаки, подчеркивающие силу и власть изображенного человека. Представленная маска отражает момент трансформации шамана. Человеческие черты смешаны с кошачьими. Символик окошек в шаманских магических обрядах Джамакоа имела особое значение. Ягуар – могущественный хищник. Олицетворение силы. Способен видеть в темноте и преодолевать любые преграды. Статус носителя маски подчеркивается также украшениями в ушах и в носу. Видения шаманской трансформации, вероятно вызванные употреблением листьев коки, были одной из ведущих тем изображений в керамических изделиях Джамакоа, в отличие от предыдущих эквадорских традиций, фокусировавшихся на изображении тела. Небольшой размер маски обусловлен способом ее ношения. Она, вероятно, не накладывалась на лицо, а крепилась в районе лба, возвышаясь над головным убором и не загораживая лицо носителя. Ритуал, который помогал древним египтянам выглядеть богаче. Люди во все времена хотели быть богатыми. Или хотя бы быть похожими на самодостаточных людей. Например, чтобы выглядеть успешно, некоторые люди сегодня готовы взять кредит и купить себе дорогущий автомобиль. Судя по археологическим находкам, выглядеть богатыми хотели даже древние египтяне. Причем не только при жизни, но и после смерти. Их способ показать свою мнимую зажиточность был крайне странным и даже жутким. Так как на территории египетского селения под названием Сакара, археологам удалось найти мумии довольно бедных людей, которые были похоронены настолько богато, насколько позволяла фантазия могильщиков. Странное захоронение было найдено польскими археологами в сентябре 2018 года, неподалеку от пирамиды Джосера, которая считается самой старой в мире. В 2000-летних могилах лежали плохо сохраненные тела людей, которые были подвергнуты только основным процедурам бальзамирования. Гробы были закопаны прямо в вырытых в песке ямах. На момент раскопки могил место захоронения уже было разграблено, но археологи нашли следы украшений. Могильщики явно хотели, чтобы захоронение простых рабочих выглядело почти как у фараонов. Практически все детали захоронения говорят о том, что похоронившие людей могильщики были безграмотными. На крышке одного из гробов было нарисовано ожерелье, а ниже должна была располагаться надпись с именем похороненного человека. Но как бы археологи не старались расшифровать иероглифы, им это не удалось. Дело в том, что неграмотный могильщик просто рисовал бессмысленные символы, будто пытаясь нарисовать когда-то увиденные ими иероглифы. Также на гроб было нанесено изображение хранителя потустороннего мира Анубиса, однако его тело было нарисовано синими красками, тогда как обычно оно рисовалось черным цветом. Исследователи предположили, что могильщик попросту не был знаком с художественными традициями, однако также есть вероятность, что могильщик хотел сделать отсылку к божественным волосам из драгоценности синего цвета. Кажется, у современных людей и живших тысячи лет назад предков есть много общего. Желание хотя бы немного походить на богатых людей – отличное тому доказательство. Вот признайтесь честно, вы же наверняка знаете людей, тратящих уйму денег на не самые необходимые в жизни вещи, вроде украшений, чтобы хоть как-то быть похожим на богатого человека. Спустя 1700 лет погребения под землей яйца выглядят как гладкие камни, однако их содержимое сохранилось внутри оболочки скорлупы. Стюарт Форман, археолог из Оксфорда и руководитель раскопок в Беррифилдс, признался, что находка оказалась столь неожиданной, что ученые даже разбили одно яйцо в целях эксперимента. В своей работе команда из Оксфорда поясняет, что первоначально глубокая яма, на дне которой и были найдены яйца, использовалась римлянами для соложения и пивоварения. Однако в конечном итоге местные жители превратили ее в своего рода колодец желаний, бросая в нее монетки и прочие мелкие вещи на удачу. Запах яиц, пролежавших в земле 17 веков, описать очень сложно. Тухлые яйца пахнут гнилью из-за обилия двух белков, глобулина и кератина. Разлагаясь, они выделяют химические вещества с характерным запахом паров серы. Представьте себе, что произойдет, если мариновать все это столетиями. Зловоние в результате стало невыносимым. Следы дьявола на склоне вулкана, которым 350 тысяч лет Дьявол не спускался по склону вулкана, как довольно долго считали, а поднимался. То есть, направлялся не в более-менее людные места, а совсем в другую сторону. В свое пекло, надо понимать. Столь обнадеживающая новость пришла от итальянских археологов. Ученые исследовали цепочку следов, обнаруженную в 2001 году на склоне потухшего вулкана Рокоманфина. Он расположен на юге Италии, недалеко от все еще активного Везувия. Тропой дьявола называют цепочку местные жители, полагая, что только дьявол мог оставить следы на каменной поверхности, продавить ее своими копытами или ступнями. Геологический и радиометрический анализ продемонстрировал следам примерно 350 тысяч лет. Появились они сразу же после извержения Рокоманфина. То есть были оставлены еще в не остывшей до конца лаве. Как тут не предположить, что наследил обитатель преисподней, привыкший к высоким температурам. Однако археологи предположили другое, что отпечатки все-таки принадлежат неким доисторическим людям, обитавшим тогда в районе вулкана. На вершину вулкана отправились пять неандертальцев. Что потянуло их? Погреться хотели? Любопытствовали? Ответов нет. Никто не знает, и чем закончилась экспедиция 350 тысячелетней давности. Следы, которые вели бы вниз, не найдены. Хотели бы себе омлет из древних яиц? Или увидеть существо, которое ходило по раскаленной лаве? Пока вы ставите лайк под этим видео, на другом конце света археологи изучают новые объекты и находки, о которых я вам расскажу позже. Подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. Спасибо за ваши просмотры. Всем пока!